В современном мире политические скандалы – вещь нередкая. Власть, секс и деньги зачастую вдохновляют людей на ужасные преступления. От интриг с помощницами до убийств и участия советских шпионов. Такие дела, как скандал с участием Моники Левински и Билла Клинтона, дело Торпа и дело Профьюмо, постоянно были пищей бульварной прессы. Однако среди некоторых подобных скандалов фигурировали и убийства. Целая серия убийств. К таким скандалам относится, например, печально известное дело Марковича. С улиц Югославии через коридоры власти, отражаясь в фотографиях откровенного содержания, шантаже и возможном заказе убийства со стороны президента Франции. Дело Марковича до сих пор остается одной из самых известных и в то же время покрытых мраком неразгаданных тайн. Стеван Маркович родился 10 мая 1937 года в Белграде, части королевства Югославии. Его раннее детство прошло во времена Второй мировой войны. Затем, во времена правления президента Тито, Маркович и его двоюродный брат Милош Милошевич стали хорошо известными в городе уличными бойцами. Навыки Марковича обратили на себя внимание сербского гангстера Николы Милинковича. В конечном счете, это вылилось в то, что Маркович был одним из главных скорбящих на похоронах Милинковича. Он сильно отличался от своего друга Милошевича, который был родом из местной влиятельной семьи. Его дед был мэром городка Княжевоц. Однако со временем большая часть их частной собственности была конфискована и передана государству, что несомненно вызвало серьезное недовольство Милошевича. Он начал искать способ выбраться из страны и перебраться на запад. Однако первым из страны выбрался Маркович. Летом 1958 года вместе с четырьмя другими людьми он отправился в летний отпуск на полуостров Истрия, а оттуда ускользнул за границу. Поначалу он отправился в Италию. Оттуда через Альпы перебрался во Францию, где быстро нашел общий язык с парижским объединением иммигрантов. Пытаясь заработать денег, он провел семь лет. Подрабатывал фотографом, ввел кочевой образ жизни, спал в ночлежках и в конце концов снова попал на улицы. Там он опять начал применять навыки, полученные в Белграде. Маркович попал в бельгийскую тюрьму после неудачной попытки ограбления, где он играл роль водителя. Тем временем в Белграде Милушу Милошевичу улыбнулась удача. В город на съемки фильма о Марко Поло в 1962 году прибыл Ален Делон. Производство фильма так и не завершилось. Но находясь в стране, Делон нанял себя в охранники Милошевича. Вместе они полетели на съемки в Венецию, затем в Париж, где Милошевич пробыл до 1964 года. А затем решил попытать счастье в Голливуде и познакомил Делону с его будущей женой Натали Бортолеми. Когда Милош уволился, Делону пришлось искать нового телохранителя. Милош предложил на эту роль своего двоюродного брата Марковича. Делон помог ему выбраться из тюрьмы, и Маркович внезапно окунулся в новый мир денег и связей, который граничил с миром, о котором Маркович знал не понаслышке. Милошевич наслаждался голливудской жизнью. Женился на танцовщице Синтии Бурон, которая была известна своими связями с некоторыми влиятельными людьми того времени. К 1965 году Милошевич имел незаконную связь с актрисой Барбарой Энн Томасом, бывшей женой актера Микки Руни. 24-летний Милошевич и 29-летняя Томасом были обнаружены убитыми 31 января 1966 года в доме Руни в Лос-Анджелесе. Было установлено, что Милошевич застрелил из револьвера Руни сначала Томасом, а затем застрелился сам. Такова была официальная версия. Хотя в то время это убийство вызвало очень много вопросов, а многие улики не сходились с официальной версией. 30 октября 1973 года в багажнике припаркованной у супермаркета машины было обнаружено тело 39-летней Синтии Бурон. Она была связана и забита до смерти. Тело пролежало в машине не менее недели. Убийцу женщины так и не нашли. Между тем, во Франции Маркович также наслаждался жизнью и имел возможность применить навыки, которым научился у Николы Милинковича. Он был игроком. Его часто подозревали в мошенничестве. Но больше всего он был известен благодаря своим высококлассным вечеринкам, которые были наполнены сексом. На этих вечеринках, где часто присутствовали представители французской власти, Маркович следил, чтобы видеокамеры были размещены повсюду, в том числе и в спальнях. Роль Делона на этих вечеринках неизвестна, но он был далек от образа кристально чистой кинозвезды и был связан с миром организованной преступности. Делон был очарован гангстерами и сам часто воплощал их образы на экране. У него в друзьях также было очень много бандитов. Одним из таких друзей был Гаэтана Зампа, которого часто связывали с резнёй в марсельском баре, где было убито 10 человек, и убийством политика Марселя Франциски. В 1970 году Ален Делон в интервью сказал, «Возможно, вы многого не поймёте. Это вопрос происхождения. Я сам корсиканец, а в таких местах всё ещё имеют вес чувства чести и достоинства. Я не беспокоюсь о том, что сделал мой друг. Каждый сам отвечает за свои действия. Неважно, что он сделал. Большинство моих друзей – гангстеры. Мы стали друзьями ещё до того, как я стал актёром». Во второй половине 60-х Ален Делон был одним из главных секс-символов в Европе, получив признание за такие фильмы, как «На ярком солнце», где он сыграл психопата Тома Рипли, «Рокко и его братья», «Затмение», «Искатели приключений» и «Самурай». Тем не менее, несмотря на деньги и известность, Делон был связан с печально известным корсиканским крёстным отцом Франсуа Маркантони. Маркантони был хорошо известным мафиози и влиятельным членом сопротивления во время Второй мировой войны, за что он получил такие награды, как военный крест и медаль сопротивления. Он враждовал с другими классическими мафиози криминальной истории Франции. Среди них были Безумец Пьеро и Франсис Бельгиец. Они наслаждались возможностью проникать в круги истеблишмента и гламурной жизни звёзд, вроде Алена Делона и его соперника Жан-Поле Бельмондо. У Марковича всё сложилось бы хорошо, если бы он не решил начать продавать прессе совместные фотографии Делона и Маркантони. Но пока Делон оставался суперзвездой, а Маркантони известным преступником, всё же они были не самыми крупными рыбами, изображёнными на фотографиях Марковича. Там был кое-кто покруче. А именно, Клод Помпиду, жена премьер-министра, а впоследствии и президента Франции Жоржа Помпиду. Оба были завсегдатаями вечеринок Марковича. 60-е для Франции стали временем политических потрясений. Пятой Республике Франции было всего 10 лет. Пятой Республикой называют время, которое стали отсчитывать после принятия новой конституции страны. Этот период, кстати, длится до сих пор. Так вот, в мае 1968 года многочисленные протесты студентов и рабочих довели страну практически до гражданской войны. Шарль Деголь вынужден был прибегнуть к помощи армии для сохранения власти в стране. В конце июня страна отправилась на избирательные участки, и премьер-министр Жорж Помпиду из команды Деголя использовал проверенную тактику ведения избирательной кампании, призывая к национальной безопасности, говоря о защите Республики от красной угрозы. Это был давно избитый метод под названием «красные под кроватью». Но он сработал. Был создан Союз демократов в поддержку Республики, который победил Федерацию демократических и социалистических левых сил под предводительством другого премьер-министра Франсуа Миттерана. Однако во время проведения кампании росло напряжение между Деголем и Помпиду. В итоге Франсуа Миттеран ушел в отставку всего через месяц после выборов, а Помпиду начали рекламировать как человека, который должен заменить военного лидера Франции, которому на тот момент исполнилось уже 78 лет. Протесты во Франции совпадали с взаимоотношениями между Делоном и Марковичем. При этом Делона все больше беспокоил образ жизни своего телохранителя. Тысячи франков тратились на азартные игры. Ходили слухи, что у Марковича был роман с женой Делона Натали. Делон предложил Марковичу крупную сумму выходного пособия, но телохранитель отказался. Он хотел большего. Такого, чего известный актер не мог выполнить в принципе. Большинство считает, что именно нежелание Делона платить заставило Марковича обратиться к шантажу. 22 сентября 1968 года Маркович вышел из своего дома и направился к перекрестку, где сел в такси. Черный Пежо 404. На заднем сидении машины его уже ждал человек. По заявлениям свидетелей, это был его друг Урыш Миличевич. 1 октября, когда Делон находился на съемках фильма «Бассейн» в Сент-Ропе. На свалке в коммуне Элан-Кур, западнее Парижа, было обнаружено тело Марковича. Судмедэксперты пришли к выводу, что Стевана убили. Руки и ноги были связаны, тело было завернуто в простыню. Изначально следователи предполагали, что Стеван Маркович скончался от травмы, нанесенной тупым предметом. В ходе второго вскрытия результаты первого были аннулированы. Причиной смерти в этот раз было названо огнестрельное ранение. Делона вызвали на допрос в Париж, и первоначально он отрицал, что вообще был знаком с Марковичем. К несчастью для Алена, у жандармов в распоряжении были письма Марковича, которые он писал своим друзьям. Во многих из них он описывал свое тяжелое финансовое положение и недовольство работой на Алена Делона и его жену. В одном из писем брату в Югославию Стеван рассказал, что собирается сделать нечто грандиозное, что навсегда изменит его жизнь. В письмах он также рассказывал о Маркантоне, поэтому жандармы быстро смогли раскрутить это дело и узнать про секс-вечеринки и участие в них как Делона, так и семейства Помпиду. Также они узнали и о непристойных фотографиях Клод Помпиду, которые сделал Стеван Маркович. Более пристальное внимание к Делону и Маркантоне было привлечено после очередного письма Стевана своему брату. В этом письме он сообщал «Если меня убьют, то на сто процентов это вина Алена Делона и его крестного отца Франсуа Маркантоне». Ходили слухи, что Делон причастен к смерти Марковича из-за того, что Стеван снял участие Делона в Георгии. Эта запись могла навредить имиджу Делона, который был одним из главных секс-символов и самым узнаваемым актером Европы. Однако, когда в 1969 году Ален Делон давал интервью по этому же делу BBC, он был счастлив намекнуть, что является бисексуалом. «А что плохого в том, что у меня есть гомосексуальные вкусы? Я кому-то навредил? Разве я в чем-то виноват? Если мне что-то нравится, я делаю это. У нас во Франции есть великий актер по имени Мишель Симон. И Мишель Симон однажды сказал «Если вам нравится ваша коза, займитесь любовью со своей козой. Только любовь имеет смысл». На допросе Уруш Миличевич рассказал, что Стеван, выйдя из такси, сел в другое такси. Уруш Миличевич вернулся в Белград и рассказывал там, что во Франции его жизни угрожает опасность. Он написал два письма. Одно брату Стевана в Югославию. Второе – Натали Делон, жене Алена Делона. Он поддерживал утверждение Марковича, что к его убийству причастны Ален Делон и Франсуа Маркантони, и что они пытались скрыться в квартире подруги Стевана, Клод Хосс. Считалось, что у Марковича было много материалов для шантажа. По словам Маркантони, они должны были встретиться, поговорить и мирно разрешить все свои вопросы. Однако, есть и альтернативная версия событий. Некоторые рассказывали, что на самом деле в Сент-Тропе произошло следующее. Маркантони, Делон и Миличевич вместе проводили свободные от съемок фильма «Время». Узнав о готовившемся шантаже, Делон поручил Миличевичу лететь в Париж и найти все материалы – дневники, блокноты и фотографии. Интересно и то, что об огнестрельном ранении Миличевич рассказал следователем еще до проведения второго вскрытия Марковича. Напомню, что первоначально причиной смерти считался удар тупым предметом. Интересно также и то, что 22 сентября, в день, когда пропал Маркович, в Сент-Тропе никто не видел Делона. Открытка с его почерком была найдена брошенной в ящик возле проспекта Миссин, недалеко от дома Марковича и того перекрестка, где он садился в такси. Возможно, наиболее существенное заявление о причастности Миличевича исходило от самого Миличевича, который в конце концов признался в том, что нанял убийцу для убийства Марковича. Однако его признание было сочтено неубедительным. В отчетах сообщалось, что Миличевич был сумасшедшим на момент дачи показаний. По этому делу был арестован и Франсуа Маркантони. В тюрьме он провел 11 месяцев и в это время подвергался интенсивным допросам. Однако в декабре 1969 года его отпустили из-за недостатка улик. Между тем в прессе разразился скандал вокруг Помпиду. Все вокруг представляли его как Куколда, который позволил своей жене участвовать в оргиях. Помпиду стремился стать президентом Франции, и этот скандал всерьез угрожал его амбициям. Используя тактику «кому это выгодно», Помпиду обвинил во всем службу внешней документации и контрразведки. Он подтвердил, что он и его жена участвовали в таких вечеринках, но не подтвердил участие в оргиях, заявив, что на фото изображена проститутка, которая внешне очень похожа на его супругу. Люсьен Эмме Блан был офицером из Марселя. Он работал в бригаде розыска и реагирования, а также антинаркотической бригаде. Эти органы правопорядка взаимодействуют с представителями организованной преступности, расследуют дела, связанные с терроризмом, захватом заложников и похищениями. Эмме Блан в то время был связан со службой внешней документации и контрразведки. В своих мемуарах он писал, что некий друг попросил его подыскать проститутку, внешне похожую на Клод Помпиду. Маркович сделал ее фото. Сейчас можно бесконечно рассуждать, правда ли это или вымысел для красного словца в книге. Но в свое время Ален Делон также предполагал, что полиция пыталась обвинить в этом убийстве невиновных. Делон написал президенту Помпиду, чтобы пожаловаться на обращение властей по отношению к нему. Он сообщил, что подвергся преследованиям, оскорблениям и угрозам. Его письмо было опубликовано в газете, где были приведены слова одного из полицейских. «Рано или поздно ты так или иначе будешь наказан». Официальные лица без стеснения говорили, что подбросят Делону наркотики во время его визитов в Италию или Колумбию. Кто был организатором убийства Стевана Марковича, неизвестно до сих пор. Все улики по этому делу хранятся под грифом «секретно» в хранилище службы внешней документации и контрразведки. Ныне она переименована в Генеральный директорат внешней безопасности. Однако всегда в этом деле мелькало одно имя – Жан-Шарль Морчани. Морчани был завербован службой, когда ему было всего 19 лет. Он был фанатичным сторонником Шарля де Голля, который, как известно, был решительно настроен против Помпиду. Кроме того, Морчани оказался двоюродным братом Маркантони. В итоге, дело Марковича не помешало Жоржу Помпиду стать президентом. Тем временем, Ален Делон, на волне добавившейся благодаря этому делу известности, получил главные роли в двух гангстерских боевиках – «Сицилийский клан» и «Барсалина». Оба фильма стали хитами. В 1991 году Ален Делон стал кавалером Ордена Почетного Легиона. Принадлежность к Ордену является высшим знаком отличия, почеты и официального признания особых заслуг во Франции. В 1976 году полиция Брюсселя обнаружила два трупа в одной из городских квартир. Одним из них был Уруш Миличевич. Он был вовлечен в деятельность против лидера Югославии Тито. Данное убийство произошло на фоне череды убийств, приписываемых югославской разведке. Другим погибшим был Меодрак Боскович – торговец антиквариатом, владелец отеля и активист сербских роялистов. Вот уже спустя более 50 лет какие-либо шансы найти убийцу Стевана Марковича отсутствуют. Слишком влиятельные люди были замешаны в этом деле. В живых остались только два фигуранта этого дела – Жан-Шарль Марчиани и Ален Делон. И как опытный разведчик, Марчиани вряд ли что-то расскажет. Делон же промолчал тогда, молчит и сейчас. Независимо от того, кем было совершено убийство, друзьями Делона из гангстерского мира, французскими спецслужбами или объединением и тех и других, до сих пор складывается стойкое убеждение, что никто во французском истеблишменте не хочет, чтобы это дело было раскрыто. Субтитры сделал DimaTorzok